Мы с вами и Русфондовым продолжаем совместный благотворительный проект помощи тяжелобольным детям. Сегодня история двухлетней Алены Тынгусовой из Казани. У девочки склёс третьей степени. Нужен специальный корсет и дорогостоящее лечение. Сумма для семьи неподъемная. Помочь можем мы с вами. Застегивая корсет, мама Алены проверяет, комфортно ли девочке. Это повседневная и обязательная процедура. В апреле у Алены заметили пугарок на спине, который привел к искривлению позвоночника. На посещение одного только врача мы не остановились. Мы уже все точно подтвердили. Нам сказали, что однозначно этот сколиоз будет прогрессировать. Если мы не будем носить сейчас этот корсет, ну ее через год, через два просто согнет. Это шок. Это прежде всего шок. Ну, скажу, что мы с мужем, после того, как узнали, вот это все, недели две, наверное, плакали. Диагнозы диспластический сколиоз третьей степени и клиновидный позвонок. Алена активная, но быстро устает. Каждый день ей нужно проходить процедуры ЛФК, массаж и физиолечение. И обязательно носить корсет. У нее врожденная дисплазия тел позвонков, что и приводит к сколиозу. И, ну, по идее, это показания для операции. Но, конечно, такого маленького ребенка оперировать, ну, нецелесообразно. Мы очень надеемся, что, может быть, в результате постоянного ношения корсета, а также массажа, физиолечения, вот все, что мы предусматриваем в комплексном лечении ее случае, может быть, это даже способствует тому, что недоразвитые позвонки начнут развиваться. Корригирующий корсет нужно менять по мере роста ребенка. Сумма на два года – 597 тысяч рублей. Помочь двухгодовалой девочке можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей. Отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести больше вклад, можно узнать на сайте нашей телерадиокомпании и Росфонда. Елизавета Жукова, Рад Каюмов, Вести, Татарстан.